Ребят, всем привет! Я проходила взлом коммерции 3.0. На самом деле, до этого я работала в онлайн-школе куратором, обучала продвижению в социальных сетях. И со стороны, на самом деле, казалось, что у меня все довольно-таки неплохо, хорошо. Я уже давно работаю удаленно, и все отлично. На самом деле, это было начало карантина. И на самом деле, все было вообще далеко не так. С реальными клиентами я не работала уже очень давно. Но онлайн-школа, по крайней мере, тот курс, где работала я, загибался. У меня была внутренняя паника, что мне вообще дальше делать, на чем мне зарабатывать. В том плане, что у меня были какие-то знания о маркетинге, они были очень такие раздробленные. И отовсюду сыпется реклама каких-то курсов, чего-то. И ты не знаешь, какое направление выбрать. И от этого ты просто пребываешь в каком-то еще более нервозном состоянии, что вроде столько вариантов, а тебе надо что-то выбрать. И ты не знаешь, что. И тогда я решила сходить к Вове на как раз такое же бесплатное мероприятие посмотреть. Потому что у меня еще такое было большое недоверие, в принципе, к обучению. По той причине, что я сама из этой сферы. И Вову я знала лично. И у меня было личное доверие, как раз ты сейчас говорил о том, что люди из вашей телефонной книги, с ними уже пробито недоверие. И я знала, что, ну, скорее всего, то, что говорит этот человек, это все действительно так. В общем, я решилась, купила обучение. И сразу надо искать клиента. Вот. У меня такой немножко шок. И, конечно, про это есть очень большое количество материалов как раз в программе, что меня тоже удивило. Но сработал самый простой как раз таки позвонить по телефонной книге. Я набрала своему клиенту, с которым мы не общались уже около двух лет вообще. Они разговаривали, но до этого прекрасно, замечательно работали. Оказалось, что человек меня помнит. И получилось с ним договориться, начать работу, хотя я даже не понимала, что я продаю. То есть я сказала, я тебе сделаю, будет все классно, круто. И мы начали работать. И также, ну, то есть начала проходить курс на этом клиенте. И также по материалам, которые я получила на взломе, это меня очень промотивировало наконец начать что-то выкладывать. Потому что у меня была какая-то внутренняя такая, внутреннее почему-то ограничение. Я про свою работу ничего не постила. И буквально у меня с первой, вот с первой историей в Инстаграме у меня написала моя знакомая, которую я видела тоже там что-то год назад один раз. Она написала мне, что у нее оказывается свой бизнес, я даже про это не знала. Договорились, что я буду для нее делать услуги. И дальше уже все, ну, дальше уже все завертелось. С клиентом, с Димой мы работаем до сих пор. На самом деле для меня настолько приятно, что сейчас те источники трафика, привлечения клиентов, которые у них уже были, они уже стали неактуальны по той причине, что того, что сделала я, достаточно для того, чтобы полностью обеспечить клиентами. Они перестали платить другим людям, которым до этого платили деньги. Благодаря мне наняли, точнее, я помогла найти девушку, которую наняли на продаже. И она мне даже денег скинула, сказала большое спасибо, что ты помогла мне найти работу. Мне было так приятно, потому что без меня этой работы вообще бы не было. И насчет привлечения клиентов, на самом деле все оказалось проще, чем мне казалось. На взломе огромное количество способов поиска клиентов, которые меня поразили по той причине, что я уже знала их достаточно много, потому что работала сама с онлайн-школой, которая этому обучала. И на курсе, который не посвящен поиску клиентов, посвящен просто маркетингу, по сути, курс по поиску клиентов отдельно, это вообще как, очень здорово. И есть даже видео, где человек, можно сказать, онлайн звонит и по Авито, и находит клиентов, и ты можешь на это посмотреть. И это особенно отдельно ценный урок, который запоминается тем, что это пробивает твое психологическое какое-то недоверие, что ну что, я сейчас возьму, да, и вот это все начну делать. И ты берешь, делаешь, у тебя точно так же получается. Сейчас клиенты идут по сарафану. На самом деле я до сих пор не сделала воронку, которую хотела сделать на свои услуги. Про это тоже есть на курсе. Полностью обучение, как вам, как сделать вот эти самые классные воронки на свои маркетинговые услуги. Но вы до них даже не дойдете, слава богу, потому что есть способы проще. Сейчас люди приходят просто по сарафану. И такой, наверное, самый важный момент насчет поиска клиентов, как сделать, чтобы они находились. На самом деле это чтобы у вас было осознание ценности того, что вы продаете. Вот если вы реально научились чему-то крутому, что работает, это очень легко продавать. Вы даже просто, когда общаетесь с человеком и рассказываете ему о том, что вы делаете, большая вероятность, что он захочет с вами сотрудничать, что он кому-то расскажет. И мне сейчас почти каждый день пишут люди из разных городов, причем говоря о том, что меня порекомендовали. То есть это для меня удивление. То есть вот это вот когда... А, и такой момент, что для меня, как для человека, который занимался маркетингом, также было очень важно, это, опять же, чтобы была услуга, которая дает результат. То есть вот эта система, по которой мы сейчас работаем, Евгения Маслова, это всего лишь одна часть взлома конверсии. Я даже не прошла курс до конца. Я прошла 30%, наверное, основную часть, где результаты, я даже до нее не дошла, потому что появились клиенты. В общем, эта система дает такие результаты, ну, практически стопроцентные. Вот, то есть реально получается делать... Ты сейчас работаешь, получается, с тремя проектами, насколько я помню, да? То есть у нас сейчас разные проекты. Кто-то все равно отваливается там по каким-то своим причинам. Там у нас, например, у женщины одной умер там отец. Ну, понятно, пока мы не работаем, ей вообще не до продаж. То есть приходят какие-то новые клиенты, да, сформируется база старых клиентов. Сейчас мы... Сегодня только вот у меня появился партнер, Инна. Она занимается привлечением клиентов. Я больше вообще не общаюсь с клиентами. Меня это очень радует. Я вообще с ними не взаимодействую. Подписали сегодня завод. Вот начали работу с заводом. И... То есть это тоже просто пришло по сарафану. Вот. То есть клиенты сейчас находятся уже сами на данный момент. Вот. Изначально... Или вообще вот эта вся вот история на мышление... Конечно. Очень-очень повлияло тем, что, во-первых, на старте... То есть дается... Во-первых, даются способы. Много разных способов, которыми ты можешь найти клиентов. Есть конкретное описание, как ими пользоваться. Отдельно есть поддержка на... То есть полная кураторская поддержка, где тебе реально развернуто отвечают на твои вопросы. То есть ты задаешь вопрос куратору, и это не тот человек, который... Ну, я не... Ну, в общем, когда тебе так отвечают, что ты понимаешь, что человек сам не знает или не уверен, а тебе прям пошагово объясняют, вот что тебе конкретно делать, у тебя все получается. У нас никого не было, кто себе бы не нашел проект, причем не сделал бы это очень быстро и легко. Вот в группе, где была я. Вот. То есть повлиял. Плюс дополнительно влияет, что часть людей идет... То есть приходят со взлома конверсии. То есть когда вы даете... Делаете какой-то результат, Вова публикует кейсы, публикует информацию о том, что вот мой ученик что-то сделал. Оттуда пришел один из клиентов по навесам, по металлоконструкциям тоже. Еще когда я... То есть еще курс я не прошла, это было начало курса. Тоже вот пришел человек просто со взлома, то есть по рекомендациям. Вот. То есть повлиял. Какой-нибудь, может быть, финальный посыл такой? Да, не посыл, а все оказались в очень правильном месте. Меня спрашивают, где учиться. Я посылаю только... Вообще людей только к тебе. И сама думаю, что вот если... Когда у меня будет желание расти дальше, потому что пока мы в проектах, пока... То есть я всем довольна. Мне хочется пойти даже вот на личное обучение. То есть очень классно. И твое обучение реально того стоит. Я была в шоке от уровней и знаний. И самое главное – обратной связи, как это у тебя устроено. Вот. Очень классно. Спасибо большое. И, то есть, ребят, все получится. Вы в правильном месте. Ничего не бойтесь и дерзайте вперед.